Щелковские депутаты провели 19-е заседание Совета. На нем в рамках контроля за исполнением местного бюджета парламентарии заслушали отчет о доходах и расходах в первом полугодии 2020 года. Поступления в бюджет выпали на период введения ограничений по коронавирусной инфекции, потому были существенно ниже, чем в прошлом году отметил начальник финансового управления администрации городского округа Александр Фрыгин. В первые полугодия мы отставали по доходам, имеется в виду налоговые и неналоговые доходы от прошлогодних показателей, почти на 200 миллионов рублей. Это в процентном отношении где-то на 10%. Причем по всем доходным источникам отставали, в первую очередь налог на доход физических лиц. Несмотря на достаточно сложное положение по доходам, по расходам в основной их части удалось выполнить программные установки и в целом выйти на 41% общегодового исполнения бюджета, что для данного периода является высоким показателем. Это достаточно нормальный показатель, тем более со стороны области 19% пришло исполнение. Это тоже в таких тяжелых условиях очень приличный показатель. И вообще наш муниципалитет один из лучших по исполнению бюджетов на территории Московской области. На заседании также обсуждался важный для муниципалитета и его жителей документ правила благоустройства территории. В нем устанавливаются единые требования к регулированию вопросов создания, развития объектов и элементов благоустройства, содержанию зданий, включая жилые дома, сооружений и земельных участков. Документ будет опубликован на сайте администрации и Совета депутатов. Жители должны обязательно зайти и посмотреть, и ознакомиться с этим документом, потому что он содержит всю нормативку по уборке территории, по нормам, вообще вплоть до того, на сколько сантиметров должен быть пострижен газон. То есть это достаточно серьезный документ, основанный на законе Московской области, но непосредственно для нашего муниципалитета. На заседании депутаты рассмотрели и утвердили кандидатуры в новый состав общественной палаты городского округа. В нее войдут в соответствии с системой выборов помимо 15 кандидатов от Совета депутатов еще 15 от губернатора и 15 от Московской областной общественной палаты. Также депутаты внесли изменения в устав городского округа, которые вызваны обновлением общефедерального и регионального законодательства. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.